Так, следующий вопрос нам задает Western Squad. Как работают лейблы на территории России? С одной стороны, вопрос очень общий, потому что лейбл — это компания, которая занимается продвижением музыки и как-то на этом зарабатывает. И, соответственно, у каждого какие-то свои сильные, слабые стороны, свои фишки, своя схема работы. Если так базово разделить, есть история с дистрибьюторами и агрегаторами, которые не являются лейблами. Это такие технические партнеры, которые занимаются доставкой контента на различные цифровые площадки — Apple, ВК, Spotify и так далее. Таким дистрибьюторам или агрегаторам, это одно и то же, относятся, скажем, Multisus, относятся TuneCore, CD Baby. Хоть это не российские компании, но вы можете работать через них. Это у нас в таком чистом виде дистрибьюторы. Дальше есть такая разновидность дистрибьюторов с амбициями, с возможностями лейбла. То есть они, как правило, занимаются, с одной стороны, технической доставкой контента напрямую, но при этом у них есть какие-то дополнительные услуги, дополнительные опции, дополнительные, возможно, расширенные контракты, которые они могут предложить и артистам, и уже в этом формате они работают уже не просто как технический доставщик, а еще и помогают артистам в промо, возможно, спичинги на витринах, возможно, дают какие-то авансы. Так, например, работают NCA, OneRPM, Believe, Orchard. То есть, с одной стороны, по части контента они могут быть просто техническими доставщиками, с прямыми договорами с площадками. С другой стороны, для части артистов, релизов есть особые условия. Следующая разновидность лейблов – это мейджоры, это Sony, Warner, Universal. Это крупные мировые лейблы, которые, каждый из них имеет отделение в России. И, с одной стороны, у них есть прямые договора со всеми площадками, то есть, они напрямую отгружают и являются, помимо того, что они лейбл, еще и дистрибьютором, то есть, у них нет какого-то дополнительного посредника. С другой стороны, они ищут хитовые релизы, интересных артистов, занимаются еще маркетингом и продвижением этих релизов по своим каналам с помощью своих возможностей. Это может быть как прямая реклама, типа настройки таргета, размещение у блогеров и так далее. Это может быть пиар-активности, то есть, сводить там артиста на разные эфиры, договориться, помочь, где он споет трек, так его популяризируют, работа с радиостанциями, иногда это может быть помощь с креативом, то есть, в лейбл часто есть маркетинг-рагодил, который может помочь с креативом или помощь с его воплощением. Допустим, не знаю, вы хотите на территории какого-то дизайн-пространства сделать какую-нибудь инсталляцию, и, собственно, лейбл может помочь договориться через свои связи и эту историю организовать. При этом чаще всего мейджор-лейблы, они работают по конкретным песням, по конкретным релизам, то есть, зачастую с артистами нет договора прям на 360, что лейбл имеет процент со всех источников дохода артистов, как правило, речь идет о конкретных релизах. Иногда, если, допустим, артисту дается какой-то большой аванс, об этом чуть позже поговорю, что это такое, то лейбл может какие-то дополнительные условия выкатить в виде, допустим, какого-то процента с концертных выступлений. Или договор не только на этот конкретный релиз, но и на последующий, который артист даже еще не написал. То есть, например, лейбл дает какой-то аванс, не знаю, там 10 миллионов рублей, но артист обязуется принести еще там два альбома в этот лейбл для издательства. Дальше давайте разберемся в авансах, раз уж коснулись темы. Аванс это не что-то, не лицензия за приобретенный трек, что платится артисту, как плата за его работу. Аванс это сумма в счет будущих платежей. То есть, условно, если лейбл дает, скажем, аванс, не знаю, 100 тысяч рублей, работаете вы с ним, допустим, 50 на 50, в тот момент, когда трек заработает 100 тысяч рублей, вы на самом деле отдали только 50, потому что вы работаете 50 на 50. Аванс, собственно, вычитается только с вашей части, то есть вы заработали в данном случае 50 тысяч рублей, соответственно, половину аванса вы покрыли, и половину вам еще предстоит покрыть в другие периоды. Соответственно, чем лейбл дает больший аванс, тем, как правило, лучше условия для себя он предполагает и будет их продавливать. При этом, с одной стороны, аванс это вроде как та штука, которая не совсем ваша, то есть в определенной ситуации лейбл может прийти и сказать, что так, ваш трек не отбился. Редко, когда лейблы просят вернуть их обратно, не знаю, наличными, но, как правило, у вас будут определенные обязательства, вам либо придется расширить срок контракта, допустим, вы подписывались на 3 года, вам придется там на 5, на 7, либо придется приносить дополнительный контент, дополнительные альбомы, треки, пока вы не покроете аванс, да, какой-то предыдущий трек. Поэтому не все так просто с авансами, с другой стороны, для артиста это возможность, в том числе, снять контент, снять клипы, в том числе, жить на эти деньги, то есть не заниматься каким-то другим видом деятельности, а, собственно, работать на студии, ездить на концерты и так далее. Поэтому аванс это просто инструмент, это ни хорошо, ни плохо, просто нужно отдавать себе отчет, на что вы подписываетесь, чтобы потом не было неприятных ситуаций, которые периодически всплывают, что артист считает, что лейблы его используют, капиталистическая машина и так далее, хотя он сам согласился на эти условия. Теперь возвращаемся к лейблам, мы уже обсудили несколько вариантов, как в России лейблы работают, закончили мы на мейджор лейблах, существует еще большое количество различных локальных игроков, в том числе крупные, которые классно работают на территории России, те же Blackstar, Gasgolder, PMAI, Velvet Music, Xeon Music, Rimes Music, и на самом деле много, много локальных лейблов, при этом в 95, наверное, процентов случаев у этих лейблов нет прямых договоров с площадками, то есть они выступают в виде лейблов конкретно, то есть они занимаются маркетингом, продвижением, распространением материала в первую очередь, при этом на площадке они выгружают через какого-то партнера-дистрибьютора, то есть ту компанию, которая непосредственно доставляет контент. И с одной стороны, вроде бы должно быть все равно, главное, что работа ведется все хорошо, но с другой стороны, очевидно, что есть дополнительный посредник и какую-то дополнительную денежку он будет тоже на себя забирать. Это тоже не хорошо, не плохо, надо сказать, что большинство из этих лейблов мы знаем, слышали любимых, любимых артистов, знаем, как они работают, и только тот факт, что есть какой-то дополнительный посредник, не должен как-то смущать, просто нужно иметь его в виду, думать о нем, особенно если у вас есть предложения от разных лейблов, когда вы их сравниваете. И да, помимо того формата, как работает менеджер лейбл, о котором мы обсудили, что это в основном продвижение релиза больше, чем артиста, то есть в первую очередь интересный релиз, есть формат работы лейбла на 360 градусов, так, например, работает Blackstar с большинством своих артистов, так работает Gasgolder, с частью своих артистов, в билет Music, в этом случае лейбл получает процент со всех доходов артиста, и концерты, рекламные контракты, и стриминг, и YouTube, и так далее, и он уже имеет более такую глубокую заинтересованность в артисте, уже не только в песнях, а песня, скорее, это как инструмент для продвижения этого артиста, то есть, как правило, в таком виде лейбл может много-много лет работать с артистом, он это понимает, что это в долгую, поэтому будет вовлечен даже, возможно, не на самых хитовых песнях артиста, что, допустим, мейджор лейбла может быть не особо интересно, то есть, им интересны только большие хиты, на которых можно действительно хорошо заработать. Тут, да, с одной стороны, есть тренд и какое-то общественное представление о том, что вот работа в формате 360, там, типа, это не круто, и артист теряет какую-то самостоятельность, с другой стороны, по опыту, очень сильно зависит от конкретных людей, то есть, от конкретного лейбла, не знаю, продюсеров, и от конкретного артиста. С одной стороны, не все лейблы прям так уж сильно ограничивают свободу артиста и прям давят, то есть, обычно стараются поддерживать хорошие человеческие отношения, если все люди адекватные, то никакой проблем быть не должно. С другой стороны, и артисты тоже бывают разные, разного уровня свободолюбия, скажем, кто-то понимает, что работа артиста это работа, и нужно, не знаю, весь год что-то делать, снимать клипы, ездить на съемки, выступать на различных мероприятиях и так далее, то есть, он понимает, что это работа, и в этом случае с таким артистом попроще работается, и вряд ли он будет говорить о том, что его ущемляют права и так далее. Кто-то может быть менее в этом смысле профессиональный, он там, не знаю, постоянно выгорает, вот я хочу там отдохнуть, я хочу месяц ничего не делать, хочу полгода ничего не делать, в этом случае ему, вероятно, формат работы с лейблом на 360 вряд ли подходит. В целом, такой получился масштабный ответ с разными форматами, с разными решениями, на самом деле нет ни одного универсального, которое вообще идеально для всех подходит, на разных стадиях разным артистам с разным темпераментом, с разными задачами подходят разные из вариантов, особенно если у вас есть несколько предложений, я бы как минимум встретился, пообщался, почитал договора, что предлагается, и только после этого принимал решение. И могу сказать, что несмотря на большое количество независимых артистов, которым удается быть популярными, все равно лейблы по-прежнему занимают существенную роль на рынке, и большинство релизов, которые вы слушаете, они так или иначе как-то взаимодействуют с лейблами. Не всегда это артисты на 360, но тем не менее, если вы посмотрите, кто трек издавал, то увидите, что там скорее всего будет какой-то лейбл. Поэтому, несмотря на некий хейт по поводу лейблов, по-прежнему большинство артистов с ними работают. Поэтому вместо того, чтобы присоединяться к этому хейту, лучше задаться вопросом поиска хорошего, классного партнера, с кем конкретно вам будет удобно работать, и кто поможет вам быстрее достичь ваших целей. Напоминаю, что в скором времени стартует наш большой флагманский курс музыкальный менеджер, который будет длиться полгода, будет большое количество топовых экспертов из индустрии, больше 20 человек. Как обычно, будут инструкции, пошаговые алгоритмы, шаблоны, в общем, все то, что можно применить на реальной практике. За стартом курса следите в наших социальных сетях, будет интересно.